А получилось очень круто! Пахнет очень классно! Где лизун? Ну, давай, расти! Всем привет! Вы на канале Познаватель, и сегодня я буду делать нового лизуна из Кока-Колы! Скажу сразу, что лизунов можно просто купить на сайте aliexpress.com, ссылочку я оставлю в описании. А идею для этого лизуна я взял на одном американском канале. Для лизуна нам нужна будет Кока-Кола, силикатный клей, тетраборат натрия и сок шарикового пластилина. Итак, сначала нужно будет добыть сок шарикового пластилина. Для этого его нужно залить горячей водой и помешать, точнее помять. Вот так, я думаю, будет достаточно. Я дал настояться ему 5 минут и слил полученный сок в отдельную емкость. Это лишнее. Теперь нужно налить чуток колы. Вот так. Нет, еще чуть-чуть. Помешаю. И долью канцелярский клей. Вот столько. Все на глаз, никаких пропорций. Помешаю. Чет какой-то, мне кажется, мутный лизун будет. Если будет, конечно. Ну а теперь нужно добавить тетраборат натрия. Откручиваю и наливаю. Ну, что-то выходит. Фигня какая-то выходит. Где лизун? Ребят, это точно не он. Короче, лизун вообще не получился. Ребят, кто как думает, что было сделано не так и почему не получился лизун? Может быть сок был не свежий, либо еще чего-нибудь. Способ номер два. Наливаю колу. Нарезаю мыло хозяйственное, 72%, которое я использовал в других видео. И растворяю это мыло в кока-коле. Теперь выливаю 50 грамм силикатного клея. Ага, готово. И теперь нужен борный спирт. Раз, два, три. Ну, короче, хватит. Я думаю, что мыльная кока-кола настоялась. И теперь ее нужно добавить к борному спирту. Три ложечки. Одна. Две. Блин, ребята, я не туда наливаю. Надо было добавлять к спирту, а я добавил к клею. Ну, ладно, посмотрим, что будет дальше. Помешаем. И я выливаю спирт. И снова помешаю. И... И... И ничего не получилось. Ну, давайте теперь попробую добавить все, как положено. Борный спирт с мыльной водой. Смешаю. И добавляю. Ну. 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 Ну, все. Низика не получилось, как обычно. Способ номер три. 50 грамм силикатного клея. Добавляю коричневый краситель. О, похоже на что-то вкусненькое. Хотя оно таковым не является. И теперь добавляю тетраборат нагрея. Чуть-чуть. И помешаю. О, смотрите, он начал получаться. Ага. Начал и сразу закончил. Ребята, он очень жесткий. И он не тянется, а рвется. Это совсем не то. Способ номер четыре. 50 грамм силикатного клея. Коричневый краситель. Помешать. И капельку. Совсем маленькую. Тетрабората натрия. Ну, на ощупь похож. Но что-то какой-то он липкий. Ну да. Все правильно. Это ж лизун. Пожалуй, добавлю еще немножко тетрабората натрия. Ммм. Нифига не получается. Давайте я смешаю этого лизуна и предыдущего. Получился обалденный мячик. Но это сто процентов не лизун. Ой, снова ничего не получилось, ребята. А это я еще к нему кока-колу не добавлял. Ребята, кто из вас как думает, почему ничего не выходит, а? Но нет, я не сдамся так просто. Я взял желтого стеклянного лизуна с сайта aliexpress.com. Насыпал ему немножечко коричневого красителя и помял его до полного растворения красителя. Во, цвет похож, но по-моему он какой-то жестковатый стал. Но ничего, сейчас я добавлю ему немного кока-колы и посмотрю, что получится. А получилось очень круто. По запаху он очень похож на кока-колу. Пахнет очень классно. И теперь можно с гордостью сказать, что я сделал лизуна из кока-колы. Не, ну а чего? В составе кока-кола есть? Есть. Значит, из кока-колы. Сейчас я попробую надеть этого лизуна на кока-колу и надуть его с помощью газов с кока-колы. Ну, давай, расти. Эх, лопнул. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Ребята, а какого вы хотите, чтобы я сделал еще лизуна? Напишите об этом, как обычно, в комментариях. Ну, а на сегодня все. Всем пока и до завтра. А я пойду попью кока-колки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok